Добрый день, дорогие ребята! Урок русского языка. Второй урок по теме дробное числительное. Ребята, мы с вами живем в мире чисел. Люди постоянно что-нибудь считают. Страницы, дома, книги, дни, годы, месяцы, числа, секунды, деньги и так далее. Поэтому мы с вами должны хорошо знать эту часть речи. А теперь давайте поставим нашу цель на уроки. Первое, что мы должны сделать, повторить все, что знаем о числительном. Главное продолжить работу с дробными числительными, научиться правильно употреблять их в нашей речи. Начнем мы с вами с повторения. Вспомним определение числительного, его грамматическое значение и вопрос. Имя числительное – часть речи, которая обозначает количество предметов, число, а также порядок предметов при счете. Именно числительное отвечает на вопрос «Сколько и какой?». Ребята, еще очень важно знать, что числовое значение могут иметь, кроме числительных, и другие части речи. А как же отличить имя числительное от этих частей речи? Числительное можно записать словами и цифрами, а другие части речи – только словами. Перед нами задание, которое поможет нам научиться отличать имена числительные от других частей речи. Откройте, пожалуйста, тетради, приготовьтесь. Мы с вами должны распределить данные слова по столбикам. Первый столбик назовем имя существительное. Записали. Второй столбик – имя прилагательное. Третий столбик – имя числительное. И четвертый столбик – глагол. Я начинаю читать слова, а вы приготовьтесь и записывайте. Первое слово – двойной. Тройка. Подумайте, в какой столбик вы должны записать. Удвоить. Второй. Пятидневный. Три. Восьмерка. Десятка. Трёхчасовой. Односторонний. Сотня. Сотый. Удесятерить. Двадцать пять. Седьмой. Пятилетка. Пятиэтажный. Тройной. Одиннадцать. Четверг. Сороковой. Одиннадцатый. Сто. Десятичная. Дробь. Посмотрите, пожалуйста, какая у вас должна получиться таблица. Первый столбик. Существительные. Тройка. Восьмерка. Десятка. Сотня. Пятилетка. Четверг. Второй столбик прилагательные. Следующие слова. Двойной. Пятидневный. Трёхчасовой. Односторонний. Пятиэтажный. Тройной. Дробь какая? Десятичная. Числительные. Второй. Три. Сотый. Двадцать пять. Одиннадцать. Седьмой. Сороковой. Сто. Два. И, наконец, глагол. Удвоить. Удесятирить. Проверьте, ребята. Каждый день вы убеждаетесь в том, какую важную роль в нашей жизни играют числительные. А есть ещё профессии, которые очень тесно связаны с этой частью речи. Без имени числительного невозможно быть бухгалтером, математиком, экономистом, плотником, землемером, финансистом, продавцом. И можно называть ещё очень и очень много разных профессий. Ну, а мы продолжаем наше повторение. Вспоминаем, какие числительные называются дробными. Дробное числительное обозначает не целое число, а часть от целого, или целое и его часть. На уроках математики вы их называете дробями. И помните, что особенность дробных числительных в том, что они состоят у нас из двух частей. Эти части называются числитель и знаменатель. Первая часть дробного числительного числитель. Она представляет собой количественное числительное. Вторая часть знаменатель это порядковое числительное. И дробное числительное изменяется следующим образом. Все слова, являющиеся частями дробных числителей. При этом числитель изменяется как соответствующий в целое число, а знаменатель как прилагательное во множественном числе. Мы с вами, выполняя задания во время карантина номер один и номер два, выполнили практически все упражнения из нашего учебника. Поэтому сегодня на уроке для закрепления я вам приготовила дополнительные задания. Итак, первое задание. Вы должны назвать дробные числительные. Послушайте, пожалуйста, предложение. Поставили термометр. Оказалось, 39,7. Ребята, очень актуальная тема. Вы знаете, какая ситуация во всем мире с коронавирусом? Для того, чтобы защитить свой организм, нужно выполнять некоторые профилактические меры. Оказывается, так советуют японские врачи, нужно в течение дня через 2-3 часа пить теплую воду. И если вирус попал в ваш организм, то он будет смыт водой, а в желудке у нас с вами есть кислота, которая тут же расправится с коварным вирусом. Итак, продолжаем. Вы должны найти здесь только дробное числительное. Поставили термометр. Оказалось, 39,7. В этом задании верный ответ посмотрите. В этом задании верный ответ посмотрите. «Определите падеж числительных». Примеры даны вам здесь, на этом слайде. Даю паузу для того, чтобы вы их могли записать, а затем проверить себя. Далее. Далее. Продолжение следует... 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 Употреблено порядковое числительное. А. Да послышался вдали выстрел из двухстволки. Б. Распустился ландыш в мае в самый праздник, в первый день. В. Бьют часы кремлёвской башни в свой салют двенадцать раз. Г. На столе он строит башни, строит город в пять минут. Второе задание. Укажите верное утверждение. А. Имя числительное – это самостоятельная часть речи, которая обозначает предмет и его порядок при счёте. В. Имя числительное – это самостоятельная часть речи, которая обозначает количество предметов, число, а также порядок предметов при счёте. В. Имя числительное – это самостоятельная часть речи, которая обозначает признак предмета. Я ввела это задание в наш тест, потому что при выполнении задания номер один во время карантина многие из вас неверно выполнили это задание. Задание третье. Укажите неверное утверждение. Ребята, будьте внимательны. Надо найти неверное утверждение. А. Сорок восемь – это целое число. Одна треть – дробное числительное. Сто – собирательное числительное. Трое – собирательное числительное. Задание 4. Укажите строчку, в которой допущена ошибка. Будьте, пожалуйста, внимательны. Читаю ещё раз. 5. 15. 50. 500. 7. 17. 70. 700. 6. 16. 60. 600. 8. 18. 80. 800. Пятое задание нашего теста. Цифрами записаны количественные числительные. Укажите строчку, в которой все числительные являются простыми. А. 19. 15. 1000. Б. 8. 111. В. 19. 999. 300. 4. 17. Г. 3. 29. 18. 41. Мы должны найти строчку, в которой все числительные являются простыми. То есть состоят из одного слова. А теперь ключ к нашему тесту. Приготовьтесь, проверьте себя. Мы уже с вами встречались с тем, что числительные часто используются в пословицах и поговорках. А пословицы и поговорки – это народная мудрость. И что говорит нам народная мудрость? А. Ум хорошо, а два лучше. Трудно не согласиться с этим утверждением. Один в поле не воин. Семь раз отмерь, а один раз отрежь. За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь. У умной головы сто рук. Мне больше всего нравится пословица. Чтобы научиться трудолюбию, нужно три года. А чтобы научиться лене – только три дня. Ребята, не ленитесь, трудитесь. Подведем итоги. Мы сегодня поработали над тем, как склоняются дробные числительные. Еще раз разобрались в строении, в склонении дробных числительных. Переходим к домашнему заданию. Задание сегодня небольшое. Вы хорошо поработали на уроке. Запишите произведение, в заглавиях которых есть числительные. Продолжение следует...